Здравствуйте, друзья! С праздником вас! Со слезами на глазах! Дело в том, что когда в 2007 году Владимир Владимирович Путин провозгласил указ о создании праздника, мы поняли, что ситуация в малом бизнесе была настолько плохой, что мы его назвали Днём защиты прав предпринимателей. И стали выходить каждый год на митинги в Москве и проводить в регионах митинги в знак протеста против той политики, которая есть. Четыре года мы были организаторами этих митингов. Четыре года мы пытались достучаться, докричаться до предпринимателей, которые должны были выступить консолидированно. Четыре года мы пытались бороться за права, отстаивая в разных институтах. Но все четыре года мы видим, какой результат сползания. Сегодня уже можно просто констатировать, что начался исход предпринимателей. Те, кто побогаче, те, кто имеют деньги, те, кто видят перспективы, уезжают на Запад. Те, кто не получили ничего или вмиг разорились благодаря нашей замечательной и любимой власти, те просто прекращают свою деятельность или переходят в тень. В этих условиях мы, причем вот это состояние безысходности еще лихо поддерживает наши замечательные власти олигархи, так называемые социально ответственные олигархи. Мы совсем недавно с вами узнали, что на Виргинских островах, что на Кипре наша власть, наши чиновники, наши богатейшие люди страны уводят деньги, правда говорят, законно, уводят деньги, которые должны идти на налоги, которые должны идти на поддержку бизнеса. А тот бизнес, который держит деньги здесь, его десятикратно обкладывают, обкладывают данью, его громят, то есть та политика, которую мы видим, она просто преступна со стороны власти. С другой стороны, как быть, уходить, так сказать, уходить в могилу, уходить из бизнеса, бросать все, все-таки мы граждане своей страны и должны какую-то активность проявлять. Какую активность мы можем проявить? Вот я видел проект резолюции сегодняшней, где говорится о том, что кардинальное сокращение контрольных функций государства. Но как оно возможно, кардинальное сокращение контрольных функций государства? Уверен в одном. Если государство, если мы не можем объединиться, если мы не можем выйти на митинг, если сегодня вертикаль государственная нам диктует правило, уничтожив всю горизонталь, мы должны просто хотя бы заявить о том, что государство, Министерство экономического развития обязано в этих условиях, в этой системе координат обязано создавать условия для бизнеса, хотя бы консолидировать бизнес, хотя бы мы же предприниматели существуем в двух качествах, мы производители товаров и услуг, и мы работодатели. И вот создание институтов предпринимательства, в которые сегодня входят всего 5% от бизнеса, может позволить и взять на себя полномочия, может позволить передачи этих полномочий, может позволить нам защищать наши интересы, как отраслевые, так и работодателей. Это единственный путь, иначе это просто смерть. Спасибо, друзья, еще раз вас с праздником!